Всем привет! С вами Валерия! Добро пожаловать в мой волшебный творческий мир! В канун нового года хочу поделиться с вами своей новой идеей использования термоклея в качестве наполнителя для молда. Так как чаще всего применяются молды из кулинарного пищевого силикона, который выдерживает высокие температуры, то я решила, что воздействие горячего термоклея никак не сможет навредить им. Вот так и родилась эта замечательная идея, которую я с успехом применяю уже не первый раз. Для создания вензеля понадобится термоклей, крахмал и вода. Нанесла немного крахмала или присыпки. И термоклеем заливаю. Здесь главное не нанести слишком уж много клея. Стараемся залить в каждый вензелечек. Аккуратненько. Ждем пока она чуть-чуть остынет. А дальше берем обычную воду, смачиваем пальцы и прижимаем. Если вы это будете делать не мокрыми руками, у вас клей будет тянуться за пальцами. Он уже не настолько горячий, обжечься им просто невозможно. Продавливаю этот клей в каждый вензелечек. После того, как клей просох, необходимо тряпочкой промокнуть воду. И теперь уже долить клей там, где у нас выемки. Как бы выровнять поверхность. Также берем воду и равномерно разглаживаем клей. Здесь я немножко напортачила, вышла за края. Но это совершенно не проблема, так как лишнее элементарно срезается острыми ножницами. Теперь такую фигурку я могла порезать на части и использовать в творчестве. Так как вензеля получаются гибкие, то они подойдут особенно для полукруглых поверхностей. И в дополнение я решила показать вам, как сделать винтажную елочную игрушку с ангелами с применением таких вензелей. Для работы нам понадобятся следующие материалы. Круглая основа, акриловый лак, салфетка с ангелами, акриловые краски, спонж, кисточка, одношаговый кракелюр, готовые вензеля из термоклея, быстро сохнущий клей, а также ленты и стразы для декора. Приступаем к работе. Заготовку с обеих сторон окрашиваем бронзовой или коричневой краской. Далее после высыхания наносим одношаговый кракелюр, следуя указаниям в инструкции. После высыхания и появления трещин я смотрю, где у ангелочков будут личики. Там я не хочу, на этих местах я хочу, чтобы кракелюра не было. Приблизительно намечаю где это и прохожусь дополнительно белой краской, чтобы скрыть трещины. Чтобы приклеить салфеточку, можно использовать как декупажный клей, так и обычный акриловый лак. Продолжение следует... Детальки окрасила и приклеиваю полимерным клеем. Конечно же можно приклеить термопистолетом, но я все-таки хочу, чтобы было надежнее, поэтому приклеиваю именно полимерным клеем. Ждем высыхания и также с обратной стороны разрезаем элементы на части и приклеиваем к стороне такие же детали. Музыка Музыка Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Благодарю за поддержку, за просто безграничный океан тёплых слов и пожеланий. Мне очень-при-очень приятно. От всей души желаю вам в наступающем году волшебного настроения, мира, сердечного, душевного тепла, крепкого-прикрепкого здоровья. Пусть мечты превращаются в реальность. Пусть близкие люди всегда вас поддерживают и понимают. Пусть невзгоды обходят вас стороной. Любви вам, мира, добра, всех благ, исполнения желаний, приятных событий, улыбок, успеха, везения, чудес и всего самого-самого волшебно-прекрасного. До новых встреч в новом году! Продолжение следует...